Тюльпан Фиалка, Фиалка, я Тюльпан Тюльпан, я Фиалка Доложите обстановку Продвигается гроза Штормовой ветер Самолет прижимает к земле Не теряйте высоты Следите за давлением в баках Раскрыться они должны Строго над целью Понятно? Только над целью, слышите? Вас понял Изменилось направление ветра Штормовой ветер усиливается Усиливается Вынужден набирать высоту Вынужден Генри Саттон Гром среди ясного неба Радиоспектакль По одноименному роману Американского писателя Доктор Луин Что? Что-нибудь случилось? Не знаю, но Мне нужно поговорить с вами Доктор Робертс Да, конечно, пожалуйста Проходите Проходите сюда Садитесь Здесь вам, я думаю Будет уютнее Благодарю вас Чашечку кофе? Нет, нет, нет Спасибо Ну, хорошо Ну, я слушаю вас Внимательно Сегодня после обеда Я поехал в Тарсус Вы знаете где это? Ну, конечно, Тарсус Это за долиной Милях сорока отсюда Да-да Я там, признаться Еще ни разу не бывал Это маленький городок старателей Сейчас там живет человек 80, не больше Я поехал туда Чтобы навестить больную Мою пациентку О, я не знал Что вы занимаетесь Частной практикой Немного Хотя и военной Ну, к вашей базе Отношения Не имею Ну, вот и позволил себе Иметь несколько пациентов Ну, конечно, конечно Конечно, норм Так вот Это чисто и случайность Что я туда попал сегодня И Знаете, что Что я обнаружил В общем, мне кажется В этом городе Все больные Все? Все, кого я видел Моя пациентка Молодая женщина Мэри Эдиксон И ее свекр Ему около 70 Так Продавец магазина Мальчик 12 лет И мать этого мальчика Он сказал Что она тоже Больна Вы знаете, Робертсон Я ни одного человека Не встретил на улице Не было видно Ни одного признака движения В целом городе Так А Какие симптомы? Симптомы? Симптомы одни И те же у всех Жар Головная боль Рвота И Вы знаете Какое-то Особое выражение лица Особое? Ну, а Какое Какое именно? Знаете, я бы сказал Такое, каким оно бывает При болезни Паркинсона Напоминает маску Широко раскрытыми Стеклянными глазами Вы Взяли у них Пробы на анализы? Да-да-да Проверки с кровью Обоих Эриксонов Вот Оставьте, оставьте Хорошо Я собирался отвезти К себе в больницу Но вот по пути решил Сначала поговорить с вами Вы же здесь Эпидемиолог Вы правильно поступили, Норм Может быть, дело обстоит По-настоящему скверно То есть Подождите Подождите, Норм Дайте я сейчас соображу Секундочку Вы знаете что? Давайте для начала Отвезем пробы Ко мне в лабораторию На базу Да-да, конечно А вы думаете, что это Возможно Ничего я пока не думаю, Норм Так, у нас сейчас Работает в лаборатории Вечерняя смена Подождите Я надеюсь, Норм Вы Никому об этом Не говорили Нет Я сразу к вам Так Вот и хорошо Вот и хорошо Поехали на базу Я сейчас только возьму Ключи от машины Проходите, Луин Садитесь Благодарю вас Это ваш кабинет Да, это мой кабинет А там за той дверью Лаборантки со своими крысами Сейчас они нам скажут Что там в ваших проверках Скажите, Робертсон У вас хоть Есть представление о том Что вы ищете? Что там может быть? Я ищу то Чего надеюсь Не найти Робертсон Я Я не хочу совать нос Не в свое дело И вы не обязаны Отвечать Если не считаете Нужным Но понимаете Я не могу Не интересоваться Тем Какую Какую работу Вы здесь проводите Я хочу сказать Теперь проводите После того Как президент Объявил о том Что Соединенные Штаты Никогда не будут Вовлечены В химическую И бактериологическую Войну И что мы Отказываемся От применения Всех видов Бактериологического Оружия Ведь ваша задача Выработка Иммунизации И средств Защиты Вы очень верно Понимаете Нашу задачу Норма Но дело обстоит Видите ли Значительно Сложнее Давайте предположим Что против нас Кто-то захочет Применить Бактериологическое Оружие По всей вероятности Он выберет Такие бактерии Которые будут Эффективным оружием Под этим мы Понимаем Высокий коэффициент Смертности Низкую вторичную Заражаемость И удобство Для заражения Местности Это основные Требования Да Так вот Поэтому Мы должны Заранее Открыть Это оружие Найти Найти Эту новую Инфекцию Я сомневаюсь Робертсон Что какая-то Великая держава Будет применять Бактериологическое Оружие Конечно Конечно Но речь идет Не обязательно О великой Державе Это может быть Маленькая страна С диктатором Самодуром Атомное оружие Ей не по карману А производство Бактерий Стоит довольно дешево И посильное Любой стране Да А вот вы говорите О низкой Вторичной Заражаемости Что это означает? Это означает Что мы стремимся Найти Удобную Инфекцию После того Как на определенной Территории Противник будет Уничтожен Возникнет Необходимость Послать туда Наших людей Чтобы воспользоваться Тем что там останется И установить Нужный нам порядок Вы понимаете? Я понимаю Но Своим войскам Можно сделать Прививки А это означало бы Что есть защита Против нашей инфекции А идеальное оружие Это то Против которого Нет никакой Известной защиты Нам нужно Такое оружие Которое быстро Уничтожает Большинство людей Входящих с ним В контакт И которое быстро Теряет свою силу Не распространяясь дальше То есть Теряет способность Дальнейшего заражения Вот над чем Мы работаем Норма Понятно Только я Надеюсь Что Прошу прощения Вот результаты Доктор А Спасибо Джейм Я вам больше Не нужна Сэр? Нет Нет Спасибо Можете Возвращаться К вашим крысам Хорошо Доктор Так Ну-ка Посмотрим Здесь Да Ну Что там Что анализы Плохо Плохи дела Норма Ваши игрушки Это Не игрушки К сожалению Придется Что делать Придется Вам норм Кое-что Приоткрыть Раз уж Вы Частично Приобщились К этому Видите ли Мы здесь Провели Несколько Опытов Какой Вирус? Японский Энцефалит Мы испытали Его на свиньях Методом Аэрозольного Опрыскивания Самолетов Свиньи Свиньи Удобный Материал Их легко Подобрать По весу Так Чтобы он Соответствовал Весу Человека Так вот От этой Штуки Норм Нет Ни прививки Ни лечения Вот почему Мы с ним И работали Так Это какой-то Кошмар Роберт Инкубационный Период Его 72 часа Опыты Проводились В пятницу В пятницу Так оно и получается Пилот Видимо Не учел Изменение Направления Ветра Кстати Помните Помните В 68 Году С овцами Было То же самое Да Да Конечно Помню Погибло Более Шести тысяч Голов Разница Только в том Робертсон Что в тот раз Были овцы А сейчас Люди Спокойно Спокойно Норм К сожалению Вы правы Так Что же теперь делать Тогда Объяснили Небольшой ошибкой Допущенной При испытании Нового оружия Теперь Неожиданно Изменилось Направление Ветра А сейчас Сейчас Что вы скажете Людям Ну что ж Надо идти Генералу Атту Встреча С ним Будет Малоприятной Но Ничего Не поделаешь Который Сейчас Без Четверти Семь Так Он Должен Быть У себя Пойдемте Малоприятной Нечего сказать. Да, но нам еще повезло, сэр. Куда уж больше. Могло быть хуже, если бы ветер подул в другую сторону. За 10 секунд с тем давлением и той концентрацией мог быть уничтожен Солфлейк-Сити. Да, да, сэр. Оставьте свои прожекты, майор Робертсон. Вы не представляете себе, какую шумиху тебе поднимут либералы и газетчики. Нам нужно действовать быстро и осторожно. Садитесь. Я не знаю. Не знаю. Конечно, это довольно рискованная вещь. Но зато самая надежная. Мне кажется, сэр, что вы могли бы вообще ничего не делать. То есть, как это? Простите, там находится город с живыми людьми. И люди эти больны. Мы должны что-то предпринять? У вас имеется необходимая аппаратура, медикаменты и персонал для помощи больным. Потребуется меньше часа, чтобы соорудить полевой госпиталь в Тарсусе. Не горячитесь, Луин. Спокойно. Видите ли, видите ли, норм. На самом деле, мы очень мало чем сможем помочь этим беднягам. Не понимаю. Ну, хорошо, допустим. Допустим, мы пошлем туда полевой госпиталь, врачей, специалистов, все остальное. Так? Они же, они же никого не смогут вылечить. То есть? Все равно 30 до 40 процентов жителей Тарсуса погибнут в зависимости от того, сколько инфекции занес туда ветер. А я должен сказать, что в баках самолета была довольно концентрированная доза. Простите, но вас все равно изобличат анализы и вскрытие умерших. Что вы тогда скажете людям? Трудно. Трудно предугадать, сумеют ли распознать, что это наш вирус. Ну? Могут подумать, сэр, что это обычный энцефалит, и нас не заподозрят. Это было бы возможно, майор Робертсон, если бы Тарсус не находился на расстоянии 36 миль от Дагуэя нашей базы. Вот именно, сэр, вот именно. Тем более после того дела с овцами. Нет, мы не можем себе позволить еще один такой фонарь под глазом. Ну, тогда, тогда, тогда следует принять предложение доктора Луина. Если послать туда наших людей, врачей, сестер, нашу больницу, все остальное, мы сможем избежать обращения горожан к гражданским медикам. И таким образом, вы понимаете, генерал, никто ничего не узнает. Мы так и поступим. Идите сейчас к Джеду и передайте ему мое указание отправить Тарсус в полевой госпиталь. Руководить им будете вы, майор Робертсон. Хорошо, сэр. Я надеюсь, что через полчаса вы сможете отправиться. Я постараюсь к этому времени связаться с Вашингтоном. Понятно, сэр. Простите, но теоретически город уже безопасен. Но мы все-таки не очень хорошо знаем, как действует этот вирус. Ну? Так, может быть, целесообразно приготовить защитную одежду, которую мы использовали в Портоне? Ну что ж, скажите, Джеду. Доктор Луин. Да, сэр. Вы там уже были? Да. Вам целесообразно поехать туда вместе с госпиталем. Слушай, сэр. Ну что ж, ступайте. Как только осмотрите всех жителей, позвоните мне, майор Робертсон. Ясно, сэр. Генерал Уатт. Сэр, это майор Робертсон. Я слушаю Вас. Сэр, мы расставили палатки и приступили к работе. Госпитализируем только умирающих и у кого температура выше 40. Тех же, кто в менее тяжелом состоянии, врачи смогут посещать на дому. Есть ли у Вас сведения о каком-либо контакте местного населения с внешним миром? Нет, сэр, пока таких сведений не получено. В городе всего три телефона. Прекрасно. А как насчет дорог? Всего одна. И контролируется нами. К тому же почти все жители больны, сэр. И пока ни один из них не в состоянии покинуть город. Здоровыми остались только двое. Молодой биолог Поль Донован и студентка Хоуп Вильсон. Им повезло. В пятницу их не было в городе. Они приехали только сегодня. Погостись к своим родственникам. Меня интересуют не только люди, которые могут выехать из города, но и те, которые могут приехать. Ясно, сэр. Мы проследим за этим. Я пришлю дополнительно еще солдат. Да, мы тут, майор Робертсон, кое-что выяснили. Слушаю, сэр. Защитную одежду можете снять. Она вам не нужна. Хорошо, сэр. А за этими двумя здоровыми... Как их там? Хоуп Вильсон и Поль Донован. Да. За ними посматриваете. Вы меня поняли, майор? Понял. У вас там работы много. Я вам не завидую, майор Робертсон. Ну да что поделаешь. Завтра я подъеду к вам. До свидания. До свидания, сэр. Завтра я подъеду к вам. Как ты думаешь, Поль, чем это кончится? Хорошего ждать не приходится, Хоуп. Сначала мне казалось, что военные смогут всем помочь. Они так быстро явились сюда со своим оборудованием и персоналом. Их так много. Но прошло двое суток. А скольких уже похоронили? В этих своих диких костюмах с масками и перчатками. Как ковбой из Вестеров. Послушай, странно, что теперь они уже сняли эти противоинфекционные костюмы. Я тоже об этом подумал. Это нелогично, если они не знают, как они говорят, что это за болезнь. Если точно не установили, чем все больны, зачем они сняли защитные костюмы. Разве они не боятся заразиться? Мы-то ведь находимся здесь в карантине, потому что мы заразные. Может быть, им сделали прививку? Мне это тоже непонятно. Ах, если бы я могла дозвониться доктору Грексону в Солт-Лейк-Сити. Кто это? Он крупный специалист, наш хороший знакомый. Я его знаю с детства. Ты ему звонила? Я пробовала, но ни один из трех телефонов, имеющихся в городе, не работает. Повреждена линия. А по их телефону? У них ведь своя линия? Мне не разрешили. Даже не объяснили, почему. Нельзя и все. Хоуп, меня очень беспокоит то, что о нас никто ничего не знает. Я включил телевизор после обеда, чтобы послушать новости. Ну-ну. Уж о таких-то событиях, как у нас, должны были бы рассказать в программе местных новостей из Солт-Лейк-Сити. Ну, разумеется. Они три минуты посвятили открытию пруда для катания на лодках в одном парке города. Потом я слушал радио. Обычно они рассказывают о самых ничтожных происшествиях, которые случаются даже в крохотных городках. А Тарсусе ни слова. Тебе не кажется это странным? Странным? Это просто страшно. Ты город хорошо знаешь? С детства. А что ты хочешь делать? Попробовать добраться до телефона. Дорога. Дорога заблокирована. Единственный путь через горы, но это... Ага. Постой. Старые серебряные шахты. Так. Там туннель. Он идет сквозь гору до другого склона. Если бы ты мог войти туда со стороны Тарсуса и остаться незамеченным, ты бы вышел на дорогу к Туэле. Там можно поймать машину. Ну что, пойдем, я покажу. Пойдем. Подожди минутку, я надену кеду. Субтитры подогнал «Симон» А кто-нибудь еще бывает в шахте? Да. Время от времени люди приходят сюда. Ну, чтобы покопаться в руде во время уикенда. Здесь серебряная руда еще есть. Очень дорого стоит ее переплавка. Сюда. Осторожно. Здесь в траве камни. Хорошо бы не встретить солдат. А они спят или играют в карты. О, и жара. В туннеле будет прохладно. Даже холодно. И темно. Надо было бы взять с собой фонарь. Ну, тоже опасно увидит. Ладно. У меня спички есть. Так. Сюда. Ага. Осторожно. Нагни голову. Здесь выступ. А черт возьми. Ты посмотри. Тут обвал. Да. Пожалуй, тут не пройти. Что? Что случилось? Подвернул ногу. Опирайся на меня. Черт. Болит? Да. Наступить можешь? Сейчас попробую. Подожди. Могу. Ну, слава богу, если можешь, значит перелома нет. Наверное, растяжение. Давай отдохнем немного. Потом пойдем потихоньку. Подожди. Присядем. Осторожай. Зажги спичку, я взгляну. Поль. Посмотри. Что это? Пустая пачка из-под сигарет. Здесь кто-то был недавно? Посмотри. На пачке нет налоговой печати штата. Это сигареты для военных. Все ясно. Обвал дела их рук. Да, пожалуй, что так. Ну и ну. Тихо. Стой. Стой, кому говорят. Стой, стрелять буду. Что вы делаете? Вы не имеете права. Тихо, тихо. Не имеем права. Ну-ка, клади его на носилки. Я буду жаловать. Стой. Тихо, парень. Хуже будет. Да вы правы же не имеете. Да ладно, правы. Ну-ка, давай. Вынесли его. Давай, давай. Давай, давай. О, боже. Ведь это Джим и Шида. Они в него стреляли. Бедняга. Они его ранили. Могли и убить. Так же, как и мы, хотел уйти. Что же это происходит, Поль? Почему они это делают? Почему о нас никто ничего не знает? Почему они все держат в тайне? Потому, Хоуп. Это то, над чем они работают на своей базе в Дагуэе. Ты думаешь? Иначе не может быть. Подумай сама. Зачем бы им привозить сюда полевой госпиталь, если можно было бы запросто эвакуировать нас в обычные больницы? Да, мне тоже это приходило в голову. Почему они сняли защитные костюмы? Они определили болезнь. Но нам они этого, конечно, не скажут. Но ведь это ужасно, Поль. Да, конечно. Надо идти. Как твоя нога? Как-нибудь дойду. Тогда вставай. Давай, я тебе помогу. Здравствуйте. Да, осторожно. Опричь на меня. Ручей. Поль, спустимся к ручью. Я хочу подержать ногу в холодной воде. Давай. Скажи, а кроме туннеля есть еще какой-нибудь путь? Мне кажется, что лучше всего идти прямо на север. Примерно в миль 15. Там горы. Легче пройти не замечено. Ну, а что там через 15 миль? Пригород Туэля. Я сяду здесь. Из Туэля я смогу позвонить по телефону. Куда? В Солт-Лейк-Сити. Тому Каргану. Это мой школьный товарищ. Он сейчас должен быть там. Когда ты хочешь идти? Сегодня ночью. Тогда пойдем. Сейчас ко мне. Я тебе кое-что соберу на дорогу. Надо не забыть карту и фонарь. Неплохо бы транзистор. Возьмешь мой. Ну что, как нога? Ничего. Лучше. Лучше? Пойдем. Пойдем. Давай. Ничего, ничего. Лучше. Вертолет. Возможно, ищет меня. Надо прижаться к скале. Отсюда, под выступ. Так, прошли сутки. Еще часов двенадцать, и я буду в Туэле. Надо послушать местные известия. Может быть, все уже перестало быть тайным. Мир уже знает о трагедии в Тарсусе. Завтра погода будет солнечная. К вечеру похолодает, особенно в горах. Повторяем важнейшие новости этого часа. Облава на совершившего преступление сумасшедшего в штате Юта продолжается. Отряд полиции прочесывает территорию в окрестностях Туэле. Местная полиция и полицию округа и штата подключили к поискам военные вертолеты. Этот человек вооружен и чрезвычайно опасен. Просьба гражданам не пытаться его задерживать, а в случае обнаружения сообщить о его местонахождении в ближайший полицейский участок, контору шерифа, казармы дорожного патруля или отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити. Впервые за 22 года полковник дорожного патруля издал приказ о расстреле на месте. Повторяем описание беглеца. Поль Донован, рост 6 футов 1 дюйм, вес 170 фунтов, волосы черные, глаза светлые, одежда спортивная. Повторяем. Поль Донован, рост 6 футов 1 дюйм. Подлецы. Ну и подлецы. Они решили идти на все, чтобы замять это дело. Да, да то или мне теперь не добраться. Они перекрыли все пути. Это уж точно. Так, посмотрим по карте. Я нахожусь примерно здесь. Так, ближайший телефон может быть вот на этой заправочной станции. Или вот тут, в конторе. Ну что ж, попробуем. Может повезет. Только бы застать Тома. 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 Том, это ты? Да. Кто это? Это Поль Донован. А, Поль. Здравствуй. Ты откуда? Ты не слышал местные последние известия? Нет. А что случилось? Слушай меня внимательно. Мне необходимо сообщить тебе нечто невероятное. Но ты должен мне верить. Я в здравом рассудке. Ты меня слышишь? Да-да, продолжай. В последние дни я был в Тарсусе. Весь город заражен какой-то страшной болезнью. И люди умирают. Это все из Дагуэя. Погоди, Поль. Ты уверен в этом? Из Дагуэя, повторяю. Солдаты заблокировали весь город. Телефонная связь оборвана. Один парень пытался бежать, и в него стреляли. Два дня назад мне удалось бежать в горы. И теперь они охотятся за мной с вертолетов, а ночью пускают осветительные ракеты. Я слышал по радио, что они объявили меня сумасшедшим. Они привезли в Тарсус полевой госпиталь и делают вид, что помогают жителям. А на самом деле просто мешают им общаться с внешним миром и получить помощь от кого бы то ни было. Слушай, войти в город или выйти из него невозможно. Надо, чтобы люди узнали о трагедии в Тарсусе. Слышишь? Слышу, слышу. Хорошо, Поль. Я попробую поднять шум. Ну, а как ты это сделаешь? Ну, слушай. Я позвоню в газету. Постарайся, Том. Мир должен узнать об этом. Хорошо, Поль, хорошо. Кто-то едет. Я должен идти, Том. Умоляю тебя. Сделай все, что можешь, чтобы люди узнали о нас. Пожалуйста, Том. Слышишь? Обязательно. Так, Коль, я постараюсь. Доктор Том Калбан. Да, сэр. Я генерал Уат. Пожалуйста, садитесь. Хотите кофе? Благодарю вас. А я выпью. Я думал, что вы присоединились. Сэр, когда вы меня отпустите? Это незаконно. Я уже говорил вашим помощникам и вам скажу. Вы будете отвечать. Вы не имеете права. Не будем о правах. Когда я выйду отсюда, сэр? Вот. Об этом я и хочу поговорить с вами. Я думаю, что это может произойти очень скоро. Все зависит от вас. Вот как? Как вы сами представляете, сложилось очень щекотливое положение для нас обоих. Вы получили информацию, которую вам не полагается иметь. Мы ответственны за то, чтобы эта информация не распространялась. Вы имеете в виду Тарсус? Да. Так это правда? Было бы глупо с моей стороны подтверждать или отрицать услышанную вами версию. Это бы только осложнило наше положение. Я могу вам только сказать, что безопасность нашей страны требует, чтобы мы приняли некоторые меры, решительные меры, чтобы обеспечить ваше молчание. Все это должно стать вам ясно после беседы, которую вы имели сегодня. Однако вы не хотели дать заверение в том, что будете молчать, и не пожелали указать источника вашей информации. Пейте, пожалуйста, хороший кофе. Спасибо. Спасибо. Должен сказать, что редактор газеты, которого вы попросили поднять шум, поступил благоразумнее вас. Он сразу сообщил нам, я здесь не для того, чтобы допрашивать вас или угрожать вам, я просто хочу, чтобы вам стало ясно, какой у вас выбор. Это подскажет вам, как поступить. Мы бы, конечно, удовлетворили с вашим честным словом, что вы будете молчать. Но, к сожалению, мир стал очень сложным, и ситуация складывается настолько щепетильная, что мы не можем верить ничьему слову. Альтернативы, которые нам остаются довольно неприятные. Что вы имеете в виду? Мы можем держать вас здесь очень долго, но это будет все более затруднительно. Не сомневаюсь. Ваше исчезновение нам нетрудно объяснить, но ваше появление после месяца отсутствия гораздо сложнее, а через шесть месяцев это будет почти невозможно. Таким образом, первая альтернатива не подходит. Вторая гораздо проще. Ваша смерть. Не слишком ли, генерал? Несчастный случай только. Но ваша смерть была бы несчастьем. У вас есть жена, семья, полезная деятельность и удачная карьера. Это было бы ужасным несчастьем. Так. Где же выход? Есть третья альтернатива. Та, которую я, безусловно, предпочитаю. Какая же? Если вы скажете нам, где вы получили информацию, и подпишете вот этот документ, тогда, я думаю, будет совершенно безопасно утром отпустить вас. Что в этом документе? Ага. Это письмо-исповедь, в котором вы признаете, что получили взятку в 10 тысяч долларов от строительной корпорации Пеликан Лейк, Южная Каролина, за скрытие четырех случаев ТИФа, вызванных загрязненной водой той местности. Я этого не делал. Да, конечно, вы этого не делали. Но когда у нас будет это письмо, подписанное вами, появится и полная уверенность, что с вашей стороны никаких неблагоразумных поступков не последует. А как вы можете быть уверены, что потом я не откажусь от подписи? Если бы не было другого свидетельства, вы действительно могли отказаться. Свидетельство? Да. Кое-кто будет задавать себе вопрос. Почему вы дважды вносили деньги на свой банковский счет именно в то время, когда произошел инцидент Пеликан Лейк? И, конечно, мы можем привлечь лжесвидетельств. Лжесвидетельство, я полагаю, один из наших наименьших грехов. Разрешите мне сделать контрпредложение? Конечно, сделать одолжение. Если я вас заверю, что буду молчать, и если я подпишу эту отвратительную бумагу, сможем ли мы на этом окончить дело? Это не так просто. Ваш отказ назвать осведомителя беспокоит нас и в другом плане. Это предполагает отказ от сотрудничества знанию. Хорошо. Я подумаю. Мы предоставим вам время для этого. Бритц! Слушаю вас, сэр. Проводите сэра Каргана. И пусть ко мне зайдет майор Робертсон. Слушаю, сэр. Ничего. Расколешься, парень. Не таких видели. Интеллигент несчастный. Незаконно. Я тебе покажу. Незаконно. Разрешите? Входите, Робертсон. Садитесь. Благодарю вас. Итак, операция Тарсус подходит к концу. Я просил вас подготовить предложение относительно ваших пациентов. Да, сэр. Я слушаю вас. Всех уцелевших я бы разделил на три категории. Каждая из которых требует различного подхода. Кофе будете? Нет, благодарю вас. Спасибо. Самая большая категория включает неизлечимых. Они не представляют никакой проблемы. Мы их помещаем в соответствующие учреждения, где они останутся до конца своей жизни. Это ясно. Так. Вторая категория. Вторая категория включает группу из 14 человек, состояние здоровья которых в течение ближайших двух лет может улучшиться. Так. Характерной чертой этих больных является их дезориентация. Они ничего не помнят. Они вполне поддаются внушению, управлению и в данной ситуации являются хорошим материалом. Мы им дадим новые имена, создадим для них правдоподобные биографические истории и поместим их в новые условия, связанные с будущей жизнью, которую мы для них запланируем. Это надежно. Да, вполне. Даже предположим на секунду, что будет одно-два исключения. Но в таком случае разве не провалится все дело? Нет, нет, нет. Вовсе нет. Это ведь люди, в конце концов, психически больные. Куда они не пойдут, их всегда будет сопровождать история болезни, в которой записано об их пребывании в больнице и лечении от паранойи. Так. Для кого же, скажите, психически больной будет авторитетнее армии Соединенных Штатов и Министерства обороны? Резонно. Ну, а третья категория? Третья категория, третья категория. Это самые трудные. Четверо здоровых. Включая поле Дон Ивана. Да, включая поле Дон Ивана. После четырехсуточного путешествия он чувствует себя неважно, но он практически здоров. Им займется контрразведка. Я уже отдал распоряжение. Надо выяснить, где он путешествовал и с кем общался. Эти четверо самые трудные. Я имею в виду с точки зрения этической. К черту этику. К ним нужен тот же подход, что и к остальным. Мы их поместим в специальные учреждения. Их можно содержать раздельно с другими, потом объединить. Найдутся же рецепты и воздействия на них, не так ли? Разумеется. В любом случае, выбор для них невелик. Постоянное заключение. И что-нибудь похуже. Это вроде военного решения. Жертвы немногими для спасения большинства. Если хотите так, у нас нет иного выбора. Пожалуйста, Хлорин. Я позвоню в Вашингтон. Полагаю, что он одобрит наше предложение. А вас, майор Робертсон, я попрошу немедленно приступить к эвакуации всех ваших подопечных. Да, убей. Помещение и транспорт там выделят. Я уже распорядился. Вы сказали, немедленно, сэр? Что-нибудь случилось? Вашингтон торопит. К вечеру в Тарсусе не должно быть ни одного человека. Судьба города предрешена. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что нам приказано освободить город, и его дальнейшей судьбою займутся другие люди. Ясно, сэр. КОНЕЦ Ну вот, Норм, мы снова дома. Тебе налить? Нет, благодарю. Даже не верится. Даже не верится, что кончилось наше пребывание в этом адском Тарсусе. Да, да. Ты завтра вновь сможешь приступить к работе в своей больнице, но мне еще придется повозиться с нашими пациентами. Да, все это словно кошмарный сон. Да. Душно. Гроза будет. Я включу телевизор, послушаем сводку погоды. Температура 32 градуса. А сейчас повторяем наиболее важные новости. Сегодня ночью лавиной был полностью разрушен город Тарсус. Что такое? Серебряные шахты, которые когда-то обеспечивали процветание города, ныне стали причиной его гибели. Эксперты считают, что взрывы газа неизвестного происхождения вызвали колебания в геологической структуре гор, ослабленных густой сетью тоннелей, проходивших вокруг ущелья Тарсуса. Вся стена Восточной горы рухнула на город, похоронив всех его жителей под тысячами тонн камней и горной породы. Что за чушь? Сейчас мы покажем панораму засыпанного города, снятую с вертолета. Что вы натворили, Робертсон? Почему? Почему вы мне ничего не сказали? Это было не мое решение, Норма. Оно пришло сверху. У нас не было другого выхода. Это мы взорвали город? Именно мы, все мы. Мы все разделяем ответственность за это, и вы, и я. Не вижу. Каким образом? Специалисты полагают, что какие-либо раскопки на месте катастрофы в течение ближайших нескольких десятков лет бесперспективны. Мы все участвовали в этом. Мы, мы соучастники, вы понимаете? Так а вы правила игры. Да к черту! К черту такие правила! Я не играю в такие игры! Послушайте, Норм. Вы расстроены. Я вас понимаю. Но постарайтесь держать себя в руках. А сейчас вертолет сделает круг над бывшим городом. Ваши эмоции субъективны. И вы не должны им беспредельно подчиняться. Этот вопрос, Норм, решали специалисты. Им виднее. Они выбрали оптимальное решение. И мы должны им доверять. Не только как врачи, но и как офицеры. Я, я, прежде всего, врач майор Робертсон. И это мои больные. Меня вызвали, чтобы лечить Мэри Эдиксона. И я тогда пришел к вам консультироваться. Пришел как к врачу, а не как к офицеру. Мэри мертва. Вы это знаете, Норм. Так какого же черта? Да, да, я знаю. Она мертва. Поэтому я хочу вас попросить, майор Робертсон, Когда вы решите, что делать с оставшимися в живых из Тарсуса, включите и меня в их число. Прощайте, майор Робертсон. 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 Продолжение следует...